Изжога Изжога – это состояние, чаще всего возникающее после приема пищи и сопровождающееся неприятными ощущениями в верхней части живота или за грудиной. Обычно ее появление связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но в некоторых ситуациях она возникает у здоровых людей. Любители чая нередко страдают от изжоги и при этом не могут определить точную причину ее возникновения. Известно, что чай – полезный тонизирующий напиток, содержащий множество биологически активных веществ. Однако его влияние на желудочно-кишечный тракт неоднозначно. Может ли быть изжога от чая? Соляная кислота – это основная составляющая желудочного сока, обеспечивающая переваривание пищи. В норме она усиленно секретируется во время еды, а ее остатки нейтрализуются. Часть желудочного сока может попадать из желудка в пищевод. Этот процесс не сопровождается дискомфортом при нормальной кислотности и рассматривается как физиологическое явление. Если концентрация соляной кислоты повышена, то слизистая оболочка пищевода подвергается химическому воздействию, что и приводит к появлению изжоги. Повышение кислотности желудочного сока нередко связано с чрезмерным употреблением чайных напитков. Чай вызывает изжогу из-за содержащегося в нем кофеина, который влияет на нормальную работу желудочно-кишечного тракта и процессы пищеварения. Его основной эффект – усиление активности клеток слизистой желудка, секретирующих соляную кислоту и повышение кислотности желудка. Степень влияния на кислотообразование напрямую зависит от концентрации кофеина в напитке. Черный чай содержит его больше, чем все остальные сорта – желтый, улун, пуэр. Не содержится он в мятном, ромашковом и других видах травяных напитков, приготовленных без добавления листов чайного дерева. Однако, такие виды чая могут вызывать изжогу по другим причинам. Например, мята перечная может снижать тонус сфинктера пищевода и способствовать тем самым появлению данного симптома. Может ли после зеленого чая быть изжога? Ведь считается, что он очень полезный и помогает в профилактике многих заболеваний. Его изготавливают из тех же чайных листьев, что и черный. Разница состоит только в технологии обработки. Соответственно, он тоже содержит кофеин и влияет на кислотность желудка. Частые перекусы и чаепития также способствуют появлению неприятных ощущений. Если перерыв между приемами пищи короткий, то оставшаяся соляная кислота не успевает нейтрализоваться, а процесс пищеварения начинается вновь. Результат – повышение кислотности и изжога после чая. В каких случаях нужно ограничить потребление чая? Здоровому человеку рекомендуется пить не более 3-4 чашек некрепкого черного чая в день, а при частом появлении изжоги исключить его из рациона и обследоваться у врача. Любителям напитка, которые не могут полностью отказаться от него, рекомендуется употреблять его с молоком или заменить на травяной чай. При заболеваниях, связанных с повышением кислотности желудочного сока, гастрит – язвенная болезнь, следует полностью отказаться от черного чая. Изжога от зеленого чая возникает редко, но при перечисленных патологиях ЖКТ рекомендуется ограничить прием до 2-3 чашек в день. Как избавиться от изжоги? Перед подбором правильного лечения нужно узнать причину, почему после чая изжога, связан ли дискомфорт с его чрезмерным употреблением или же есть заболевание желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях для устранения неприятных симптомов достаточно придерживаться простых правил здорового образа жизни. Питание должно быть полноценным и дробным. Промежутки между приемами пищи не должны превышать 3-4 часов. Ужинать следует минимум за 2,5 часа до сна. Из рациона рекомендуется исключить продукты и напитки, провоцирующие изжогу. Медикаментозная терапия назначается врачом после обследования и выявления заболеваний, связанных с повышенной кислотностью. Лечение изжоги комплексное и состоит из комбинации нескольких групп препаратов. Антоциды. Обычно это средства на основе алюминия, магния или кальция. Механизм их действия основан на быстрой нейтрализации избыточной соляной кислоты и поддержании оптимальной кислотности в течение продолжительного времени. Гастропротекторы защищают поврежденные участки слизистой оболочки от воздействия желудочного сока. Ингибиторы протонного насоса блокируют образование соляной кислоты клетками желудка. Блокаторы H2 кистаминовых рецепторов снижают синтез соляной кислоты и уменьшают общий объем желудочного сока. При резкой отмене препарата после длительного приема может быть увеличение кислотности. Большое спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok